О святителе Алексии, митрополите московском, Светлана Соколова узнала еще в юности. Однажды пришла в Богоявленский собор помолиться за болящую бабушку. Да так и осталась в этом приходе. Святитель Алексий неоднократно чудесным образом действовал в ее жизни. Сначала исцелил от недуга, а потом помог получить квартиру. Семья ютилась в маленькой комнате, а мечта об отдельном жилье долгие годы так и оставалась мечтой. Мы стояли 26 лет на очереди, и я услышала, что надо болеться Даниилу Монковскому, она скажет ей, а потом думаю, а почему я в святителе нахожу на кафе? И проходило буквально два воскресенья, и звонок из учредения, которое дает квартиры, из департамента. И говорят, берите, если не берете, мы вас снимаем с очередью. И предлагаю тебе квартиру. Светлана выбрала квартиру в Черкизове, где и живет по сей день. Чудесных историй по молитвам святителю наберется на отдельную лекцию, говорит экскурсовод Богоявленского собора Елена Пантелеева. К его мощам каждый день стягиваются люди из разных уголков страны, чтобы помолиться и попросить о чем-то своем, сокровенном. Один удивительный случай, который на экскурсиях рассказывает Елена, произошел с прихожанкой собора. Пришла в собор бабушка с павочкой, старенькая, и она оставила сумочку свою и пошла помолиться у иконы. Потом она подбегает к ним вся в слезах, говорит, сумку украли. В сумке-то особо ничего и не было, но там ключи. Как я попаду домой? Старая немощная бабушка. Девочки, сестры, видя вот такую, да, горечь бабушки, они побежали вот сюда, краки с мощами святителя Алексея Московского упали на коленочки настолько, да, им хотелось помочь этой бабушке и стали молиться. Но перед этим они, конечно, обыскали весь собор. Там нет, здесь нет. И вот после того, как они горячо и жарко помолились святителю Алексею, они пошли на то место, где сто раз уже посмотрели, есть там сумка или нет, и нашли эту сумку. Мощи святителя Алексея покоятся на солье справа от алтаря под торжественной сенью. Но здесь они находятся лишь с 1947 года. Изначально митрополит был погребен в Чудовом монастыре, основанном им же, в 1365 году. В память о чудесном исцелении от слепоты Тайдулы, жены хана Золотой Орды. Но в начале 20 века на обитель подняли руку большевики. В день его сноса единственному музейному работнику, известному архитекту Петру Барановскому, разрешили войти в монастырь буквально на три минуты и вынести все, что успеет. Так были спасены мощи святителя Алексея. После их перенесли в Успенский собор Кремля. В 1947 году Москва праздновала 800-летие. И приурочив, да, такие сложные были отношения с властями, к тому времени патриархом стал патриарх Алексей Семанский. У него небесный покоробитель был святитель Алексей Московский. И он обратился к властям с тем, чтобы мощи святителя Алексея Московского были перенесены в Богоявленский собор, который к тому времени стал патриаршем собором. Власти разрешили перенести мощи, но попросили, чтобы никаких крестных кодов, как это было положено раньше, не совершалось. А под покровом ночи эти мощи должны быть перевезены в наш собор. Николай Колчицкий, это настоятель нашего собора в те времена, так и сделал. На самосвале, совершенно без каких-либо торжеств, мощи святителя Алексея были доставлены в наш собор. Послевоенная Москва встретила мощи святителя Алексея с особым воодушевлением. Еще не зажили фронтовые раны. Нескончаемым потоком люди шли в Богоявленский собор, чтобы разделить с великим митрополитом горечь потерь и радость победы. Поначалу вот эту сень изготовили из дерева, из липого дерева, известной династией резчиков по дереву. Ну и было написано вот так в воспоминаниях, что эта сень очень быстро истерлась. Больше никаких слов там и комментариев к этому не было. Но вот так подумать, слово истерлось, о чем оно нам говорит? Оно нам говорит о том, какое почитание было святителя Алексея. Ведь, наверное, люди приходили, вот так ее гладили, целовали, просили, молились. И он слышит, святитель Алексей слышит наши молитвы. И тому вот многие примеры свидетельствуют. Пометуя о чудесной истории, когда святитель Алексей молитвой вернул зрение жене хана, многие верующие устремляются к его мощам за исцелением глазных болезней. Мы знаем несколько событий, когда люди получали облегчение своих болезней. Одно из событий связано с предстоящей операцией глаз у одной женщины. И после молебна перед ракой святителя Алексея и дальнейшего обследования непосредственно перед самой операцией, врачи сказали, что операцию можно отложить пока. А в дальнейшем она и не понадобилась. Но в другом случае женщина приходила, у нее болели очень глаза. Врачи не могли выяснить до конца причину. Несколько раз она приходила сюда в храм, мы вместе молились с ней, и она получила облегчение. Но не только исцелениями полнятся чудеса святителя Алексея. Великий молитвенник за русскую землю. Будучи духовным наставником и воспитателем Дмитрия Донского, он стоял за победой московского князя в решающей битве на Куликовом поле, которая послужила началом освобождения Руси от гнета Золотой Орды. Вот и сейчас, наверное, ему необходимо молиться, чтобы на нашей земле пришел мир, чтобы русский мир опять объединился, и чтобы наша земля, наша православная вера не была поругаема. Татьяна Зиакнова, Андрей Андреевских, Юрий Барковский, телеканал «Спас».